О природе погрома в путинской России поговорим с социологом и преподавателем Карлового университета в Праге Дмитрием Дубровским, который уже присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, у меня напрашивается такой вопрос. Уместно ли, потому что возникают даже такие споры, уместно ли употреблять здесь сам термин «погром» в отношении событий, которые произошли в Махачкале? Ну а какой другой здесь термин может быть, мне очень понятно. Это очевидное нарушение общественного порядка, мотивированное этнической религиозной ненавистью и рознь. Это то, что называется преступление на почве ненависти. Но только в данном случае это преступление на почве ненависти было совершено не кучкой скинхедов, как-то в России неудивительно, а громадной толпой. Примерные аналогии были в Кондопоге. Если мы помним 2006 год, то это Кондопога, когда в этом небольшом карельском городке были такие же погромы, но тогда там жертвами этих погромов были, собственно, сами мусульмане кавказские. Теперь вот кавказский регион теперь так вот отвечает. Он нашел теперь такого себе врага для того, чтобы с ним показательно расправить. У нас в материале прозвучало мнение Дмитрия Пескова, который, естественно, выражает кремлевскую позицию. Она, в общем-то, сводится к тому, что людей подвигает на это внешняя реакция, на внешние события. Зет-каналы ищут, естественно, какую-то руку Запада. Как вы считаете, действительно ли такие мероприятия, и, в частности, то, о чём мы говорим в Махачкале, это кем-то организованное событие или это стихийное такое нарастающее? Вы знаете, это ни то, ни другое. Мне кажется, что люди, которые говорят и всерьёз полагают, что на такое мероприятие можно людей сподвигнуть, не знаю, парочкой телеграм-каналов, считают людей просто натурально куклами, без мотивов, без желаний. Это такое удивительное в устах господина пресс-секретаря российского президента сообщение о том, что он не считает российских граждан вообще вменяемыми. То есть, буквально, что им скажут, то они и сделают. К сожалению, так часто рассуждают и многие либералы, которые тоже считают, что что показали по телевизору, то, сказать, то людей повторяют. Я боюсь, что ситуация гораздо хуже, и что здесь то, что психологи называют ложным... Северный Кавказ и, в частности, Дагестан. Это одна из наиболее экономически депрессивных регионов страны вообще. Это люди в громадном количестве безработные. Это люди в громадном количестве, между прочим, участвующие в СВО. И это люди, которые, в общем, в целом, я бы их назвал вот таким вот достаточно экономически и психологически уязвимым населением. Которые вот нашли, как, так сказать, кому отплатить. Они же не могут выразить свое неудовольствие власти. Сейчас за неудовольствие власти можно довольно сильно пострадать. Я как раз у себя в Фейсбуке написал, что интересно бы было, если бы хотя бы один из этих людей поднял плакат «Нет войне». Вот я так думаю, что тогда вся полиция бы очнулась и стала, так сказать, их немедленно задерживать, и они бы все, так сказать, пошли своим чередом, как идут люди, которые осмеливаются протестовать против войны внутри России. Но это как бы социально близкие. Вот этот самый ужас заключается в том, что если вы внимательно читали сообщения оттуда, там довольно заметно, что похоже, что полицейские извинялись и говорили, что да мы, в общем, тоже так думаем, но вот не можем, к сожалению, по должности вам разрешить крушить аэропорт и искать евреев, значит, среди прилетевших из Тель-Авива. Поэтому мне кажется, что здесь еще одна очень важная деталь, которая, кажется, довольно часто упускает, насколько эта власть плохо управляема. То есть в реальности в республике несколько часов был захватен стратегический объект. Вообще-то аэропорт – стратегический объект. И ничто не происходило, видимо, пока не поступила какой-то команда из Москвы. И это очень хорошо показывает, насколько деградация власти в России дошла до того предела, что толпа погромщиков захватывает аэропорт, полиции ничего не делают. Ее было довольно много. И вообще в России довольно много полиции. Много вооруженных людей. Но вот вы подчеркнули здесь, обратили внимание на то, что полицейские говорили, да, как бы мы думаем так же, как вы протестующим, но не протестующим, я бы все-таки, наверное, не знаю, называть их протестующим. То есть участников этого беспорядка, погромщикам. То есть мы как бы думаем так же, как вы, но не можем вас поддержать. Это что значит? Это значит, что они точно так же проявляют социальное недовольство, чувствуют социальное недовольство, скажем так, полицейские. Или они, если мы можем ли говорить об каком-то исламском факторе, который, тем не менее, движет вот этими погромщиками, и точно так же его придерживаются и полицейские, но не могут в силу того, что имеют на плечах погоны, его выражать? Знаете, тут сложно. Я бы не стал называть это исламским фактором, потому что мусульмане разные. И их ненависть, я так понимаю, в основном, заметьте, они все-таки горсткие евреи, которые там живут, насколько я понимаю, все-таки чувствуют себя больше, ну, относительно. В этой ситуации трудно себя чувствовать безопасно, но все-таки явно агрессия была выплеснута именно на граждан Израиля. То есть здесь довольно трудно вот эту... Она, конечно, антисемитская, она, конечно, погромная, она, конечно, ксенофобная, но основной целью погромщиков все-таки были не евреи вообще, а евреи из Израиля, которые, с их точки зрения, видимо, должны коллективно отвечать, так сказать, за действия Израиля, как бы, относительно коллективной ответственности. Сегодня в России и вообще во всем мире довольно популярно, что, так сказать, человек, любой человек с паспортом любой страны, так сказать, отвечает за всю внешнюю и за одну внутреннюю политику той страны, гражданином которой он имеет несчастье состоять. Поэтому мне кажется, что здесь, если вот внимательно читать ваши, да, что я бы сказал, что это кривой... Это, конечно, не социально-политический протест, потому что против чего? Я бы сказал, что это тот самый случай, когда мы имеем дело, конечно, с вырвавшись раздражением, которое, как это бывает, это раздражение и депрессия в очень серьезном социально-экономическом недоразвитом регионе, вырывается не в ту сторону. Оно не в сторону власти, оно не в сторону авторитарного режима, оно не в сторону коррумпированной полиции, оно не в эту сторону. Она в сторону, так сказать, несчастных, совершенно вообще ни к чему не причастных. Людей, женщин, которые своих детей возили в Израиль лечить, потому что в самом Дагестане это невозможно, потому что в руинах лежит медицинская система и помощь. Благодаря вот этому уже, собственно, режиму. Но нет, не в эту сторону эти люди смотрят, к сожалению. И я подозреваю, что, как ни странно, для современной российской власти это даже хорошо. Потому что, ну а чего, зачем же бы эти люди вдруг стали выступать против полиции, против государства, против этой власти коррумпированной, нечестной и откровенно лживой. Ну, значит, давайте изобразим, что они теперь вот, значит, у них есть вот такой вот сюжет. Но при этом обвиним, конечно, Украину. Ну, естественно, кого же еще? Вот эта вся Украина полторы тысячи людей туда заслала, их, так сказать, отправила захватывать аэропорт. Ну, понимаете, я говорю, что это помимо того, что это смехотворно... Ну, тут речь, наверное, больше шла о вине коллективного Запада, как это очень часто модно сейчас транслируется из Кремля. Позволили выпустить людям пар и нашли крайнего, как это часто бывает. Дмитрий, спасибо вам большое за комментарий. Дмитрий Дубровский, социолог, преподаватель факультета социальных наук Карла Университета в Праге, был гостем нашего эфира.